День Республики День Республики День Республики День Республики День Города в этом году состоится без зрителей. Наблюдать за праздничными мероприятиями можно будет в прямом эфире. Национальное телевидение «Калмыкия» будет вести прямую трансляцию, посмотреть которую можно будет на 21-й кнопке в IPTV «Зеленые точки» и «Ростелекома» и на сайте «Реа Калмыкия». На Элистинском ипподроме состоятся соревнования по стрельбе из лука, метанию копья и аркана с участием сборных команд из районов Республики и города Элисты, а также традиционные скачки на лошадях и верблюдах. Все мероприятия, которые планируются провести в ближайшее время, это мероприятия, которые будут проводиться в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора. Роспотребнадзора, и мы все наши шаги согласовываем, и с Джангаром Николаевичем, и с его службой. А самое главное, для того, чтобы провести эти мероприятия, выбрали, может быть, не совсем обычный формат, да, это формат без зрителей, который обеспечит «Реа Калмыкия», да, национальное телевидение «Калмыкия», формат онлайн-трансляции. Во-первых, даст нам возможность все-таки начать спортивные проекты воплощать в нашей республике, а во-вторых, даст возможность зрителям, даже в такой непростой ситуации, быть вместе с нами и поддерживать наших знаков. По Джангаряде это мероприятие было запланировано тоже давно, мы планировали его провести к 100-летию, в июле есть призовой фонд. Такое тяжелое время, вот сейчас у нас в Калмыкии, 7 районов засухи, поэтому хочется от лица вас, всех своих животноводов поддержать, потому что они не унывали. От своего лица и от своих конников хочется поблагодарить вообще все министерства, которые участвовали в этих скачках. И еще говорю Бату Сергеевичу Хасикову, в плане того, что вот машину он предоставил, и 19-го, говорят, тоже будет машина. Понятно, что болезнь, но все равно праздники и тем более Джангаряда должна быть онлайн или в каком режиме, чтобы поддержать всех наших животноводов, которые сейчас очень трудное время. Победители получат денежные премии и ценные подарки. Кстати, что касается финансирования данных мероприятий, то как пояснил глава города Николай Арзаев, все средства были заложены в бюджет еще в прошлом году. Дополнительных расходов из городской и республиканской казны не требуется. Пребывание гостей из других регионов оплачивают они сами. Все мероприятия, которые запланированы, спортивные, они плановые мероприятия. По Джангаряде тоже плановые мероприятия. Турнир смешанных и наборов Fight Nights проходит за счет этой организации без участия бюджета ни города, ни республики. Фестиваль молодежный, он за счет федерального гранда, да? Поэтому никаких дополнительных финансовых затрат не будет. Елистинский городской транспорт пополнится 10 автобусами. Новые комфортабельные газели выйдут на самые востребованные маршруты. Также автомобили приспособлены для перевозки маломобильных граждан. Весь транспорт оснащен навигационной системой ГЛОНАСС. По словам главы городской администрации Дмитрия Трапезникова, в ближайшие 2-3 года стоит задача увеличить количество автобусов до 100 единиц. Кроме того, в ближайшее время в Элисте заработает собственная транспортная карта. Мы знаем больные точки, где у нас автобусов не хватает. Поэтому, естественно, мы уже расписали эти маршруты. И мы вам буквально в преддверии, когда будем вручать эти автобусы, прямо уже на них будет номерация автобусов. Вы уже увидите, на какие маршруты они выходят. Поэтому, конечно, пока что будем там, где не хватает транспорта, скажем так. В год 75-летия Великой Победы в Степной столице проходят мероприятия по сохранению исторической памятины. В настоящее время на фасаде дома в 7-м микрорайоне Степной столицы художники работают над созданием портрета Героя России Натальи Кочуевской. Глава Калмыкии Бату Хасика выступил с инициативой увековечить память о героическом поступке отважной девушки. Идея принадлежала главе Республики Калмыкия Бату Сергеевичу. Начали рисовать 4 дня назад. Эскиз утвердили. Рисуем в группе троем. Я, Надбитов Цирен и Куберлинов Виктор. Я думаю, мы закончим Дню города. Это как раз посвящается на День города. Инициативно решили тем самым поздравить город. Краска очень классная, очень профессиональная. Она держит примерно 10 лет. Она всесезонная. Зимой будет стоять. И жару должна, по идее, вынести. В ноябре 1942 года в ходе контрнаступления 28-й армии южнее поселка Хулхута Наталья Кочуевская во время неравного боя с гитлеровскими захватчиками, провавшимся в тыл наших войск, спасла жизнь десятки раненым бойцам. Когда враги окружили овраг, где находились раненые, Кочуевская подпустила фашистов поближе и выдернула чеку гранаты. В этой схватке неподалеку от поселка Хулхута она погибла. Звание Героя Российской Федерации Натальи Кочуевской присвоено посмертно. На фасаде девятиэтажки уже видны очертания знаменитого санинструктора. Над масштабным проектом трудятся художники, авторы портретов Героя Советского Союза Ирни Деликова, а также граффити собирательного образа медиков и волонтеров во втором микрорайоне Эльсты. Рад тому, что у нас на фронтоне такого большого дома появится портрет Наташи Кочуевской. Ее ласково звали Наташа. Она погибла на нашей земле. Поэтому будет очень хорошо, что подрастающее поколение будет знать эту девушку, которая одна с трехлинейной винтовкой вступила в бой с отрядом в 20-30 гитлеровцев. Защищал я раненых красноармейцев. И до сих пор в степи сохранилась вот эта воронка, где она последние, так сказать, минуты жизни провела. Но она защищала людей. У многих калмыцких поэтов есть стихи о Наташи Кочуевской. Поэтому замечательно, что наша Эльста будет украшаться такими портретами, потому что нам есть у кого учиться. Сегодня в 18 часов на сцене Национального драматического театра Хакасский театр драмы и этнической музыки Читиген представит легенду о великом Хайджи Ахол. Напомним, Хакасский театр находится в Калмыкии в рамках федерального проекта «Большие гастроли». Калмыцкие зрители смогут увидеть три постановки. На 16 сентября запланирован показ драмы «Сумасшедший Муклай». Глубоко оптимистичная, жизнеутверждающая, наполненная любовью и смыслом история. Завершатся гастроли постановка «Чанархус». Это ультрасовременная версия старинной хакасской легенды, представленная в жанре лирического хоррора. В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе в зале допускается нахождение не более 50 зрителей. По словам генерального директора нацтеатра Галины Шураевой, все требования Роспотребнадзора будут соблюдены. «Нам Роспотребнадзор разрешил только количество 50 человек. Эти 50 зрителей будут рассажены в шахматном порядке. До прихода зрителей будут работать рециркуляторы со всех сторон. И во время спектакля в зрительном зале будут работать тоже рециркуляторы. Обязательно будут кто-то, если в масках не пришел, будут им розданные маски. Обязательно будет обеззараживающее средство». Вместе с театром в Калмыкию прибыла заместитель министра культуры Республики Хакасия Лариса Киштеева. Она отметила, что Титиген – один из ярких самобытных коллективов. Артисты и музыканты продолжают развивать лучшие традиции исполнения хакасского сценического и музыкального искусства. «Наши далекие исторические корни, они в нашей генетической памяти сохранены. И мы на протяжении многих лет ведем плодотворное сотрудничество с Республикой Калмыкия по разным направлениям. Не только театральное искусство, но и хореографическое. Мы гостеприимно встречали ваш прославленный коллектив «Уйраты». Они нам представили прекрасную программу. Мы тесно взаимодействуем в песенном направлении. И вот сегодня такой эпогей нашего сотрудничества, когда встречаются два прекрасных коллектива. «Помоги первым». Под таким названием в Элисте прошла всероссийская акция, приуроченная к Всемирному дню первой помощи. Волонтеры-медики провели мастер-классы по оказанию сердечно-сосудистой реанимации, остановке кровотечений, иммобилизации, а также тематической викторины. В рамках всероссийской акции «Помоги первым» на территории Парка Победы волонтеры-медики, а также студенты Калмыцкого медицинского колледжа демонстрируют навыки оказания первой медицинской помощи. Как отметил директор Республиканского центра молодежи Борис Муджиков, запланирован целый ряд подобных мероприятий. Также в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» с 19 по 20 сентября в Калмыкии пройдет окружной форум Приволжского и Южного федеральных округов «Добро на юге». У нас будет работа с коллегами-волонтерами культуры, волонтерами Победы. Несколько активностей запланировано с волонтерами-экологами на гостинице, где мы будем говорить в принципе о экологической культуре. Будем поздравлять ветеранов, различные настольные игры. Ну и в том числе будет оказана волонтерская и юридическая помощь совместно с нашими коллегами, волонтерами права. Выпуски новостей, а также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом вещании канала ОТР на 21-й кнопке в IPTV «Зеленые точки» и Ростелекома на сайте Реакалмыкия специальной вкладки и на официальном аккаунте в Instagram reakalm.ru На этом у меня все. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин